Рост сельхознадзор ведет борьбу с ценхрусом малоцветковым. Это однолетний злаковый сорняк, крайне засухоустойчивый и поэтому наиболее опасный. Вот так выглядит собственно само растение. Это ценхрус малоцветковый, однолетнее растение из семейства злаков, родом из Северной Америки. Ну вот если посмотреть его целиком, мы видим, что у него очень поверхностные, слаборазвитые корни. Есть несколько алиственных побегов, кончающихся метелками, содержащими колючие колоски. Вот эти колоски представляют собой большую опасность. Они легко разносятся ветром, они плавучие, могут долго держаться на поверхности воды. И за счет этого имеют колючие прицепки, прилипают к шерсти животным, к подошвам и одежде человека. И легко разносятся на большие расстояния. На территории Волгоградской области ценхрус впервые был обнаружен в 2002 году. И с тех пор с его распространением каждый год ведут борьбу. Наиболее благоприятные условия для произрастания сорняка находятся вдоль трамвайных и железнодорожных путей. При проверке Росспортнадзора был обнаружен цинклус на станции у нас. Мы принимаем меры по удалению этой травы со станции. Обрыскивание, собираем в пакеты, уничтожаем, утилизируем. В весенний период начинаем сразу при обнаружении принимать меры удалению растительности. В том году привели работу по уборке, хорошей работой. И в этом году уже видно, что меньше стало растаться. Цинклус легко распространяется на значительные расстояния за счет колючих колосков, которые легко цепляются к шерсти животных, одежде людей и колесам автомашин. Колючки сорняка легко прокалывают кожу рук и ног, поэтому зарастание ценклусом населенных пунктов доставляет жителям много неприятных ощущений, а засорение овощных и бахчевых плантаций сильно затрудняет уборку урожая. Еще более опасно проникновение этого сорняка на пастбище. Колючие колоски, попадая вместе с кормом в полость рта животных, вызывают у них опухоли и язвы, а шерсть овец, покрытую его колючками, очистить практически невозможно. Цинклус Малоцветковый был объявлен карантинным растением, и борьба с ним ведется каждый год. Сегодня мы проводим здесь контрольное обследование по Цинклусу Малоцветковому, которое было зарегистрировано здесь в 2002 году и наложено в соответственный карантин. Контрольное обследование проводится ежегодно. С каждым годом уменьшение происходит у данного карантинного объекта. Ведется борьба с железной дорогой, с привлекаемыми другими службами. В настоящее время распространение Цинклуса лишь в единичных случаях встречается за пределами транспортных артерий Волгограда и области, а предотвратить дальнейшее распространение сорняка возможно только совместными усилиями Россельхознадзора и местных жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова